МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, любимый город! Здравствуй, любимый зритель! С вами Дарья Белова и Владимир Засыпкин. В эфире праздничный выпуск Тольятти в деталях, последний в уходящем году. Но далеко не последний для нас с вами, дорогие зрители. В новом 2022 году нас ждут прекрасные новости, радостные события и приятные сюрпризы. Мы искренне в это верим. Настраивайтесь на нашу позитивную волну и проведите последние часы старого года в нашей приятной компании. А пока коротко о том, что ожидает вас в этом праздничном выпуске. Кому повезет с деньгами, а кому в любви, из первых уст узнаем о предсказаниях звезд на 2022 год. В Швеции любят поделки сувениры, в Италии аксессуары. А в Германии подарки и вовсе начинают дарить за месяц до наступления Нового года. О праздничных традициях разных стран в рубрике «Ни слова больше». А у вас? Спросим у тольяттинцев о самых ярких и запоминающихся событиях уходящего года. Чем дополнить традиционный новогодний стол? Узнаем на мастер-классах по приготовлению наивкуснейшего салата и великолепного десерта. Королевский прием. Состоялось награждение победительницы конкурса «Королева на заводе». Кто из финалисток признан самой обаятельной и привлекательной, расскажем чуть позже. Все, что вы хотели знать о главных символах Нового года, это и не только расскажут гости нашей студии. Дед Мороз со Снегурочкой. Поехали! Провожая старый год, нужно вспомнить исключительно счастливые его моменты и благодарить за все хорошее. Вова, признайся, о чем ты подумал сейчас? Ой, ну я в этом году встретил свою любовь, много с ней путешествовал и еще завел домашнего питомца. Я благодарна уходящему году за яркие события и осуществление моей мечты я обрела работу ту, которую хотела. Ой, это очень здорово. А теперь давайте передадим слово тольяттинцам. Мы спросили у случайных прохожих, какие события сделали вас счастливыми в 2021 году? Год был очень разный, но очень насыщенный на события. Появилось большое количество новых проектов, причем даже не один, не два. Очень многие задумки, которые были еще до пандемии, наконец-то смогли реализоваться. И хочется верить в то, что в будущее можно смотреть с большой уверенностью. Я очень радуюсь успехам моих учеников, так как я все-таки преподаю вокал. И мои ученики в этом году просто сделали очень большой рывок. У нас сплошные гран-при в этом году были, интересные концерты. И еще также у нас очень такое масштабное мероприятие прошло в Тольятти. Это шоу «Мемов», где мы тоже участвовали. Это было просто потрясающе. Для меня 2021 год был максимально плодотворный и продуктивный. Я со своей командой «Новое кино Тольятти», с которым мы снимаем кино, делаем фильмы, закончили три проекта, которые на данный момент активно отправляем на кинофестивали. Что я жду от следующего года? Ну, чтобы все родные и близкие были счастливы, здоровы и любви. От 2022 года я жду, чтобы всех бездомных животных раздали, чтобы они нашли дом и добрых мам и пап. Желаю всем в наступающем Новом году, в 2022, больше взаимопонимания, вдохновения, созидания и, самое главное, здоровья. Совсем немного, и мы услышим заветный бой курантов. И начнется совершенно новая глава нашей жизни. Разве это не волшебно? Да, более сказочного праздника и не придумаешь. В Новый год всюду замечаешь красоту. Самая обычная елка становится целым арт-объектом. Люди начинают мечтать и верить в Деда Мороза. На фоне города мелькают огоньки. На улицах огромные световые фигуры радуют глаз. Хватит разговоров, лучше покажем все это нашим зрителям. Субтитры создавал DimaTorzok Ни к одному празднику в году мы не готовимся так тщательно, как к Новому году. Потому, наверное, любимый, минимум за месяц продумываем, где и как его встречать. Как выглядеть в новогоднюю ночь. Какое самое заветное желание загадать? Этот список можно продолжать бесконечно. Самое главное, ты забыла упомянуть подготовка подарков. Продумать, найти, упаковать. Кстати, а ты уже позаботился о подарках для своих родных? Конечно. Я каждый год 31 декабря в длинных очередях выбираю подарки, потому что все остальное время работаю и потом с радостью дарю их своим близким. Интересный факт. В каждой стране свои традиционные новогодние подарки. В Швеции любят дарить и получать подарок только то, что сделано своими руками. А в Германии подарки и вовсе начинают дарить за месяц до наступления Нового года. Ни слова больше. В каких странах мира дарят самые необычные и интересные новогодние подарки, узнаем из нашей рубрики. Елка, мандарины, сладости. Все это, конечно, здорово. Но вы уже решили, что будете дарить своим близким на Новый год и Рождество? Ни слова больше. Давайте узнаем, какие новогодние подарки принято дарить в других странах. Австрийцы на Новый год дарят друг другу небольшие талисманы и сувениры. Свинья-копилка, фарфоровая статуэтка или фигура четырехлистного клевера. Но особым преимуществом у австрийцев пользуется фигурка трубочиста. А все потому, что в старину в Австрии хорошей приметой было встретить трубочиста и прикоснуться к нему. Считалось, если испачкаешься в грязи трубочиста, то весь год тебя будут сопровождать счастье и удача. В Испании на Новый год принято дарить котельон. Новогоднюю сумочку с праздничной атрибутикой, фонариками, хлопушками, серпантинами и другими новогодними игрушками. Причем узнать, что именно находится в подарочном мешке, можно только после первого удара часов. Исландцы дарят друг другу одежду. Ведь по традиции в Исландии Новый год нужно встречать во всем новом. А иначе тебя ждет встреча со страшным мистическим чудищем Ёльским котом. Американцы любят получать подарки в красивых упаковках. Пожалуй, главная особенность, на которую стоит обратить внимание при выборе подарка американцам, не важно что, важно, чтобы было красиво упаковано. Ведь распаковка подарков доставляет особое удовольствие. Есть еще одна важная деталь. Крупные подарки в Америке принято дарить чеком, чтобы у получателя всегда была возможность дать товар в магазин, если подарок пришелся не по душе. Что поделать, таковы традиции. В каждой стране свои подарки и обычаи. Но всех нас объединяет любовь к самому волшебному празднику года. А при выборе подарка стоит помнить, не важно, что вы подарите, важно, как вы это сделаете. Наш мир не перестает удивлять. Давайте открывать его вместе. На этом все. С вами была Елена Краснова. Пока-пока. Предновогодняя пора – время, когда можно мечтать и надеяться на лучшее. Но всегда хочется одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что сулит грядущий год. Для этого существуют астрологические прогнозы. Еще до нашей эры люди научились понимать язык звезд и других небесных планет. Кому повезет с деньгами, а кому в любви – ответы на все интригующие вопросы есть у нашего гостя. Мы рады приветствовать в нашей студии Светлану Евстифееву, Тольяттинского астролога с большим стажем. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. И первый вопрос хочу задать. Каким будет Новый год? Если отвечать одним словом, то хорошим. Ой, это радует нас. Но? Всегда есть какое-то но. Представляете, идет зима, а посреди зимы случается оттепель. Один или два хороших дня. И кажется, что все беды нас минули. Тепло, солнце, скоро весна. Но вот теперь заканчивается. И снова приходит холода. Теперь вы имеете развернутое представление о том, каким будет Новый год. Переменчивым, значит? Нет. Все дело в том, что мы живем не отдельным годом, а мы живем большими циклами. И цикл существует однолетний, семилетний, тридцатилетний, столетний. И вот если говорить об однолетнем цикле, то он будет прекрасен. Год, когда, ну, по крайней мере, половине жителей Земли повезет в чем-то. Половине будет, в общем-то, сносно жить. Но год не существует отдельно. Он существует внутри больших циклов. И вот сейчас идет зима. Зима человечества. И зимой всегда жить трудно. Зима – это холод, голод, а часто морд. Поэтому год будет хороший. Но мы не можем отменить последствия начала цикла зимы. Ну, будем ждать начала цикла чего-то теплого, весны или лета. Теплого, весна будет. Но у человечества точно так же, как у планеты, действительно есть зима, весна, лето, осень. И они длятся долго. Один сезон человечества длится 180 лет. Вот это жало. Поэтому мы находимся только в начале зимы. Поэтому приготовьтесь. Как говорили в одном известном фильме, зима будет долгой. Но главное – перезимовать. Конечно. Еще 180 зим, как минимум, нас ожидает. Ну, уже чуть меньше. Примерно 165. Но есть хорошая новость. Мы с вами живем в самой зимней стране мира. Поэтому что для остальных тяжело, для русского человека нормально. Да. А вот астрология, она же изучает движение небесных тел и их влияние на нашу жизнь. А если смотреть с точки зрения особенностей астрологического характера, вот в 2022 году, вот в этом цикле года, что нас ждет? Да, конечно. Год будет очень хорош для всех людей, которые заняты творческими профессиями. Актеры, музыканты, художники. И, в принципе, все люди. У нас у всех в жизни есть какое-то творчество. Потому что любовь, дети – это и есть наше творчество. Так вот, по всем этим предметам нас ждут удачи. Это все связано с движением планеты Юпитер, которая целый год будет находиться в знаке рыбы. Рыба – это водная стихия. Поэтому все люди, которые родились в водных знаках, можете считать, что вам повезло. Вот так вот. Значит, рыбы-везунчики в этом году будут. Но кроме рыб, еще водные знаки – это скорпион и рак. В общем, если вы творческий водный знак, значит, 22 года – это точно ваш. Да, несомненно. Творческий человек. Но это касается всех людей. Главное, чтобы в жизни действительно мы старались придумывать что-то свое, что-то новое. А потому что творчество – это рождение нового. Поэтому этот год хорош для любых начинаний. Ну, особенно творческих, но любых. Любовь и дети. Запомните эти слова. Кто-то из нас приобретет действительно в жизни людей, которые принесут в нее то самое огромное чувство радости. И родятся дети. В первую очередь, конечно, водные знаки и отчасти огненные. Угу. Так, надо запомнить. Отлично. Намотали себе немножечко на ус тигриный. Светлана, 2022 год, водяного тигра. Учитывает ли он рекомендации китайского календаря в астрологическом прогнозе? Все дело в том, какой системой лерований придерживаться. Есть китайский календарь, который содержит в себе 12 лет по какому-то зверю. И нужно жить в системе китайских ценностей, чтобы у вас в жизни происходило именно то, что обещает китайский календарь. Но мы с вами, в общем-то, люди европейской культуры. Поэтому те прогнозы, которые пытаются совместить влияние восточного календаря и западного, они несколько искусственные. И поэтому мы с вами можем считать рекомендации китайского гороскопа, ну, как некоторую забаву, развлечение для того, чтобы встретить Новый год в каком-то новом наряде. Если в этом году это синий водный тигр, то мы изобретаем что-то водное и синее. Но мы все-таки должны придерживаться одной системы, чтобы прогнозы исполнялись. Иначе будет мешанина. Ну, то есть это, по сути, для настроения? Конечно, это развлечение. Вот если бы мы с вами были бы китайцы, то тогда для нас развлечение была бы система западной астрологии, которая учитывает круговое движение планет. А вообще человечество всегда изучало небо, всегда смотрело и искало какое-то предзнаменование, знак свыше. И вот можно ли определить главную задачу этого года? Вы говорили, что у водяных знаков, у водных знаков все будет хорошо. А вот тот, который немножечко не попадает вот в эту систему, что нужно делать, чтобы добиться успеха и чтобы все было хорошо 100%? Ну, смотрите, в первую часть года, до начала мая месяца, действительно на коне будут водные знаки. Но потом планета, которая считается символом развития, удачи, называется Юпитер, уходит в огненный знак. И май, все лето и начало осени уже инициатива переходит людям, которые родились в огненных знаках. А это овны, львы и стрельцы. Но не тут-то было. Юпитер возвращается снова в водный знак, и те люди, которые не доделали что-то важное весной, могут продолжить это в конце года. Поэтому действительно это будет год, который, в принципе, удовлетворит всех. Конечно же, не обойдется и без трудностей, потому что кроме хорошей планеты Юпитер, существуют и планеты, которые являются символами проблем. К примеру, Марс – бог войны, Сатурн – бог времени. Все они тоже движутся, занимают какие-то места и беспокоят некоторые знаки. Так, а вот воздушным и земным знакам что делать с водными и огнями, понятно. Воздушные и земные. Воздух дружит с огнем. Поэтому воздушные люди могут считать для себя лето и начало осени тоже удачными. Ну, а земные знаки дружат с водой, поэтому весна и конец года. А все остальное время нужно просто развивать то, что вы уже начали в удачные периоды. То есть, значит, дружба и любовь поможет быть успешными и счастливыми. В первую очередь, любовь и творчество – это темы года. Все это связано не только с движением планеты Юпитер, но еще и с тем фактом, что Юпитер на своем пути в знаке рыбы встречается с Нептуном. А Нептун – это символ иллюзий, заблуждений, фантазий, символ мечты. Поэтому апрель месяц, когда они встретятся, это время рождения шедевров. Вот увидите, какие-то фильмы, какие-то, ну, вообще произведения искусства, созданные в 2022 году, действительно останутся, ну, по крайней мере, на десятилетия. И каждый человек в отдельности, вовсе незнаменитый художник или кинорежиссер, действительно в апреле может загадать желание и начать что-то делать, для того, чтобы попасть в начало цикла. И тогда его удача, в общем-то, повысится, и шансы на то, что дело будет успешным, тоже увеличатся. И, пожалуй, главный вопрос, который волнует каждого – что астрология говорит про пандемию в следующем году? Она уйдет или все-таки продолжится строгие ограничения? Да, придется вернуться к большим циклам, поскольку зимой люди чаще болеют от того, что холодно, от того, что недостаток продуктов питания. Поэтому всю зиму нас будут сопровождать различные болезни и эпидемии. Они будут приходить волнами. Пришло одно, закончилось, волна затухла, а потом пошла новая. Поэтому избавиться насовсем от инфекционных заболеваний, от вирусов невозможно. Но времена передышки, конечно же, будут. И 2022 год – как раз такая передышка, когда нам всем покажется, что все кончилось, что мы свободны, можем путешествовать, куда хотим. Но все-таки новые правила жизни, которые родились в прошедшие два года, останутся с нами надолго, если не навсегда. Большое спасибо за интересную беседу. Поздравляем вас с Новым годом. Да, и будем надеяться, что в следующем году исполнятся все только самые лучшие пожелания. Да, большое спасибо. И помните о том, что плохие прогнозы делаются только для того, чтобы они не исполнялись. Что ж, теперь можно с большой долей вероятности сказать, что главное ожидание всех россиян, если не в следующем, то самое большое через год сбудется и наконец-то завершится пандемия. А это значит, из нашей жизни исчезнут локдауны, и мы сможем свободно путешествовать где и когда захотим. Все подумали, где хотят побывать в новом году. Теперь дружно визуализируем свои желания. И делаем это, наслаждаясь композицией группы «Старый третий». Субботний вечер. Субботний вечер. Субботний вечер Член открыт, один безумный шаг Махнуть куда-нибудь, куда глаза глядят Может быть Прага, может быть Амстердам Может Милан, Париж, а хочешь я весь мир тебе отдам А может Барса, любой свободный рейс Для нас ничто преодолеть пространство Время улететь, просто улететь Субботний вечер Проблемы сытая, скречу носит Даль неделю сотню бесполезных встреч Конечно сложно, но мир открывает нам возможность Бросить все лишь стоит захотеть Звучайный сайт, случайный клик Закрой глаза и вот мы в облаках одни Может быть Прага, может быть Амстердам А может Милан, Париж, а хочешь я весь мир тебе отдам А может Барса, любой свободный рейс Для нас ничто преодолеть пространство Время улететь, просто улететь Давай хотя бы раз Сделаем хоть что-нибудь для нас Давай хотя бы раз Сделаем хоть что-нибудь для нас В субботний вечер Мечты догорают свечами И нам уже пора ложиться спать С тобою рядом Каналами Амстердама Я вдохнул свободу Смог ее обнять Знай, этот путь всегда для нас с тобой открыт Не забывай, кому принадлежит весь мир Старинная Прага Игрышечный Амстердам О, суровая Москва Ампирский Питер Пафосные Миланы Барса Любой свободный рейс Для нас ничто преодолеть пространство Время улететь А может Прага А может быть Амстердам А может Милан Париж А хочешь я весь мир тебе отдам И все же баса Любой свободный рейс Для нас ничто преодолеть пространство Время улететь Просто улететь Давай хотя бы раз Сделаем хоть что-нибудь для нас Сделаем хоть что-нибудь для нас Манавильяр на месте Прикрыл вратарь сельный ближний угол И отпустил мяч в ворота Да, как только ускорилась Барселона Я в Турцию Сельный пик стал ослаблен Не знаю, как вы, друзья А мы прониклись атмосферой путешествий Думаю, пора перейти к ключевому моменту праздника Салат оливье Мясная нарезка Заливная рыба Это само собой А еще хочется чего-то новенького Наш коллега Денис Капли Не только научился готовить салат Но и пообщался с замечательной девушкой Ириной Долгополовой Волонтером и самым молодым депутатом Самарской Губернской Думы Давайте посмотрим Всем привет! Сегодня мы будем готовить вкуснейший салат К новогоднему застолью Под чутким руководством Депутата Самарской Губернской Думы Волонтера и просто очаровательной девушки Ирины Долгополовой Здравствуй, Ирина! Денис, здравствуй! Что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить домашний крабовый салат По рецепту моей мамы Ты готов мне помогать? Я готов! Отлично! Первый вопрос, почему ты выбрала именно этот салат По рецепту своей мамы? Во-первых, я очень люблю все, что связано с крабом И в моей семье краб считается таким самым любимым блюдом Поэтому я и выбрала салат крабовый И мы готовим его на каждые праздники Ну отлично! С чего же мы будем с тобой начинать? Так, конечно же, крабовые палочки Был бы странно их не увидеть Кукуруза Грибы У нас жареные, но можно взять и маринованные шампиньоны Вареные яйца Сыр и майонез Отлично! Ну, выглядит вроде бы просто С чего начнем? Сначала нам нужна будет тарелка и форма То есть у нас получается необычный крабовый салат Да, он будет слоеный И первым слоем нужно выложить кукурузу Ты мне поможешь? Да, конечно! Только ты наблюдай, правильно я делаю или нет Хорошо! Просто беру ложку кукурузу Выкладываю ее сюда, вниз Да? Так И нужно, чтобы все заполнилось Все пространство Ирина, а вообще вот расскажи Без чего ты не можешь представить себе новогоднее застолье? Без оливье, голубого огонька И всей семьи за огромным столом А у вас вообще в семье есть какие-то новогодние традиции? Ну, обычно мы просто собираемся всей семьей Смотрим голубой огонек Празднуем куранты и расходимся Поздравления президента А, ну, конечно, слушаем Так, кукурузу выложили? Да, нужно ее смазать майонезом Тебе какую ложку дать? Маленькую Прям совсем чуть-чуть Помогаешь ли ты своей маме в готовке новогоднего стола? Конечно Но сейчас вообще с готовкой не получается редко помогать Потому что и работа, и учеба Поэтому, ну, к Новому году, конечно, помогаю А в вашей семье принято дарить подарки когда? 31 декабря? Утром 31? Либо в ночь на 1 декабря? Потому что знаем у всех по-разному Утром 31, потому что у меня есть младшая сестра Которая ждет, не дождется этого праздника Поэтому мы всегда подарки дарим только утром А что приятнее для тебя? Дарить подарки или получать? Скорее всего, дарить, чтобы видеть эмоции людей, когда они получают подарок Долго тебе приходится подыскивать подарок для конкретного человека? Для мамы, папы, друга? Долго Иногда ты точно не знаешь, угадаешь ты с подарком или нет Как задолго до праздника ты начинаешь уже думать Так, мне нужно купить подарки, следующему там лить В ноябре Еще в ноябре, в начале ноября? В начале ноября Майонеза мы уже помазали нижний слой Все делаем дальше Вообще этот салат можно в любой последовательности делать Поэтому Я думаю, ну на это можно уже и закончить Давай тогда грибочки выложим Давай возьму я, будем работать по очереди То есть грибы мы тоже выкладываем все Напоминаю, что Ирина сказала, мы можем использовать как консервированные грибы, так и жареные Почему ты выбрала именно жареные? Ну, потому что я люблю больше те, которым я сама руку приложила И, на мой взгляд, жареные грибы, которые ты сам делаешь, всегда самые вкусные А что это за грибы? Шампиньоны Тоже нужно смазать майонезом Тоже сейчас чуть-чуть прям А вот когда ты готовишь? Ты любишь делать это в тишине, под музыку или за просмотром фильма? Я обычно на фон что-то включаю И так проходят, в принципе, все фильмы, сериалы, которые я включаю Как правило, на фоне всегда Это либо Ирония судьбы, либо Иван Васильевич меняет профессию Смотришь, бывает такое? Да, конечно Но чаще всего это Гарри Поттер Один дома Ну, что-то вот из этого А, кстати, вот можешь составить свой рейтинг фильмов новогодних? Вот без которых Новый год, не Новый год Гарри Поттера вы поняли все серии Мальчик по имени Рождество Совершенно новый фильм, который я в этом году для себя открыла Вот буквально на той неделе я его посмотрела И он мне очень понравился, очень добрый, очень сказочный И прям запал в душу И, скорее всего, Ирония судьбы Я всегда его смотрела с дедушкой и с родителями Так, намазали второй слой Теперь можем приступать к сыру Его надо потереть на крупной терке Но сначала надо поделить пополам Да Потому что слишком большой кусок Вот так Да, отлично А вообще, Ирина, у тебя из года в год меняется какое-то отношение к Новому году? Детская сказка не исчезла Я так же до сих пор жду снег, так же люблю мороз, так же люблю выходить с семьей гулять и в лес, и на лыжи, и на коньки То есть ты веришь в новогодние чудеса? Конечно И в Деда Мороза, и Снегурочку? Когда сама работаешь в школе и каждый год приходится одевать костюм Снегурочки и дарить детям праздник, то, конечно, верю Так, ну что? Третий слой я натер Опять майонез? Конечно Ирина, в конце года всегда принято подводить итоги Каким был для тебя 2021? Неожиданно Я никогда не думала то, что моя жизнь свяжет меня с политикой Я прошла в Самарскую губернскую думу, где моя жизнь полностью изменилась Это, с одной стороны, очень неожиданно, с другой стороны, очень интересно С третьей стороны, очень страшно, потому что, ну, ты не знаешь Такая ответственность, все более, да? Сыр мы майонезом намазали, что делаем дальше? Чистим яйца, их тут четыре, твои два Отлично, и твои тоже два Ну а 2022 год, что от него ожидаешь? Я привыкла не загадывать, потому что, как показал этот год, жизнь может повернуться на 180 градусов Принято ли в твоей семье ставить дома новогоднюю елку? Да, это прям тоже одна из традиций, мы ее вместе наряжаем Самое главное, это правильно уметь натереть яйцо Мы нарезаем все Капаю полочки Режем кубиками У меня он, как крупные Средние Он, на самом деле, несмотря на количество майонеза, получается очень таким Легким Легким, да, но сытным А сверху мы тоже будем майонезом мазать? Да, чуть-чуть промажем Сейчас мы наносим последний слой майонеза, дальше что делаем? Сразу едим? Нет, ему нужно чуть-чуть постоять в холодильнике, ну минут 30, наверное, чтобы он немножечко подостыл и потом его можно кушать Ну что, салат уже застыл Угу, настоялся Осталось только потереть желтки для украшения На половинку укропчик, ну�대, на половинку желточек Момент истины Трррррррванная тру Та-да-да Смотрите, какая красота получилась дорогие телезрители Я аж спотел, волнуюсь И последний штрих. Вот такая вот елочка. Мы ее ставим. И берем веточку нашего горошка. И вот так. Все, готово. Спасибо большое, Ирина, за такой классный мастер-класс. Думаю, что наши телезрители оценят такой простой кулинарный рецепт и обязательно украсят свой новогодний стол таким замечательным крабовым салатом. И, конечно же, мы благодарим городскую кулинарную школу за то, что вы предоставили нам локацию для сегодняшней съемки, для нашего мастер-класса. Дорогие друзья, хочется пожелать вам всего самого хорошего в 2022 году, чтобы все ваши желания исполнялись, чтобы у вас было творческое вдохновение. И, конечно, будьте здоровы. Ну, а я хочу пожелать вам, чтобы 2022 год принес вам только лучшие моменты, счастья вам, уюта и здоровья. Даша, а в вашей семье есть новогодняя традиция? Да, накануне Нового года, 31 декабря, мы всей семьей наряжаем елку. Еще я пишу список целей и желаний на будущий год. Ты удивишься, но большинство из них сбывается. Да ладно. Да. А у тебя какая новогодняя традиция? Ну, у меня все банально. Мы с друзьями ходим в баню. Да это, конечно же, шутка. На самом деле, практически каждый Новый год я провожу на работе, так сказать, поднимаю градус праздника тем, у кого он чуточку занижен. Класс. Предлагаю тему семейных новогодних традиций продолжить с наших гостей. Ольга Вавильевна, здравствуйте. Добрый день. Ольга, вы как будто бы слышали наш разговор с астрологом и пришли к нам в студию в образе водной тигрицы. Естественно, я же библиотекарь, а библиотекарь, мы всегда на гребне информационной волны, поэтому мы должны быть впереди планеты всей. Почему, скажите, на ваш взгляд, важны семейные традиции? Единственное, что вот в этом безумном мире, в котором мы сейчас живем, спасает нас всех – это семья. И если еще не будет семьи, не будет традиций, не будет вот этого вот фундамента и этих кирпичиков, из которых создан наш мир, то вообще ничего не останется. Будет абсолютно все непонятно, что и как делать. А когда человек живет, растет, он знает свои корни, он понимает, какие будут мероприятия у него в семье, да, он знает, какие есть традиции. Может быть, какие-то традиции он еще не знает, но он понимает, что дальше что-то такое будет, будет и будет, то вырастет настоящим человеком. Ольга, а в вашей семье есть какие-то традиции или новогодние фишки? Все мы родом из детства, да, может быть, фраза-то затрепанная, но это на самом деле так оно и есть. И в какой-то момент, и, кстати, достаточно быстро происходит, потому что в эпоху телевидения, интернета и всего прочего, любой ребенок может получить абсолютно любую информацию. К тебе приходит маленький человечек и говорит, а Деда Мороза нет. Ну, вот как? Как же так? Вот его же нет. И тогда у нас в семье старшая женщина семьи начинает рассказывать вот этому маленькому человечку, что ты понимаешь, да, конечно, то есть понятно, что один какой-то даже самый бодрый старичок не в состоянии обижать всю планету, и каждому на солнце подарочек. Но у Деда Мороза очень много помощников, поэтому на самом деле Дед Мороз есть. Но вот с сегодняшнего дня, так как ты понял, что Деда Мороза нет, теперь ты помощник Деда Мороза, теперь ты всегда можешь подарить кому-то подарок, сделать что-то хорошее, сделать для кого-то чудесный Новый год. И вот с сегодняшнего дня ты Дед Мороз. И получается, в вашей семье все верят в Деда Мороза? И все Деда Мороза, да. И все Деда Мороза. Да, это обязательно, потому что не может быть хорошего праздника, если у тебя хорошо, а у твоего соседа плохо. Я всегда говорю, сделай мир вокруг себя лучше, и тогда, если так будет поступать каждый, мир вообще станет чудесным. Мы же не можем отвечать там за всю планету, да? А вот за тот мир, который вокруг тебя, мы можем отвечать, конечно. Вы настоящий книжный эксперт. Расскажите нам о новогодних традициях, которые описывается художественная литература. Что такое Рождество? Рождество – это чудо. И все рождественские сказки, все рождественские рассказы – это обязательно что-то очень хорошее, которое кончается всегда совершенно замечательно, да? У того же Андерсона. У него же все с верой в Бога. То есть все происходит, все, в конце концов, получают то, что они хотят, потому что Бог помог. И вот именно в рождественские праздники литература, вот я, знаете, принесла совершенно замечательную книжку. Это вот тоже чудо. Сейчас такие стали выпускать чудесные книги, в которых все вот это вот раскрывается, открывается. Какая интересная. Это рождественская, да, книга? Да, это ёлка. Вот как сто лет назад праздновали… Вот красота, как раньше. Вот она вот, ёлка, да, замечательная. Как раньше, прям в книге. Да. Как сто лет назад праздновали Рождество, Новый год. И здесь именно рассказывается о том, что, конечно, это начинается с Библии, в которой нам говорится о том, что чудо, рождественское чудо, оно произошло, мы его все знаем, но мы каждый тоже можем поучаствовать в этом, если мы будем верить. Ведь вот очень важно понимать, что нужно верить. Вот ты совершенно правильно сказала, что у тебя есть список желаний. Если… Вот ещё есть такая совершенно замечательная притча. Сидят два человека, и один говорит, ой, у меня так всё плохо. А Бог слушает, говорит, это ты думаешь, у тебя плохо? Я тебе сейчас покажу, что такое плохо. А второй говорит, слушай, у меня вообще так всё здорово, замечательно. Бог говорит, ты считаешь это замечательно? Вот я сейчас тебе покажу, что такое замечательно. Поэтому всегда надо мыслить позитивно. И вот даже сейчас, если мы говорим о ковиде, ведь уже очень многие говорят, что если человек впадает в уныние, он заболевает, он болеет. А если он моторный, если он помогает, бегает, что-то делает, он заболеет, но всё равно он будет не так тяжело болеть. Потому что организм, иммунитет, он будет сопротивляться, будет говорить, я должен жить, я должен тут помочь, там помочь, я что-то такое должен сделать. И это тоже чудо, это тоже божье чудо. Счастье – это же гормон эндорфин, он вырабатывается и, может быть, помогает. Ну, вот сейчас у нас всё так просто, тут химия, там химия, да. Но я думаю, что гормон, он, конечно, хорошо, но всё-таки счастье – это внутреннее состояние души всё равно. Оно там потом что-то вырабатывается, но если вот этого вот состояния в тебе нет, а счастье всё равно, оно только когда ты можешь что-то сделать для других. Потому что мы же вот все прекрасно знаем, вот сделал что-то для себя. Ну, порадовался там две минуты, эндорфин, он же быстро уходит. И всё. А сделал для другого, он тебе потом вспоминать ещё будет, это долго. Да даже если не будет вспоминать, ты будешь вспоминать, как было классно. Как обычно вы проводите время в рождественские каникулы? Ну, во-первых, мы очень готовимся всегда к Новому году. Конечно, это ёлка, конечно, это какой-то замечательный стол. Это обязательно селёдка под шубой, которую готовлю я, так как я её никто не умеет готовить. Тоже традиция, да? Да. Это оливье, которое готовит моя старшая дочь. И это не оливье, это амброзия. То есть так, как она, никто не может её совершенно приготовить. Ну, естественно, там какие-то другие. Но вот это должно быть обязательно. Приглашаем, вот, так сказать, стараемся всю нашу семью, которая раскидана по всему свету, собрать. Когда-то получается, когда-то нет. Ну, и, соответственно, плавно перетекаем в рождественские каникулы. Ну, и тут уже, конечно, у нас, ну, какое-то время отсыпаемся после того, как курались ли всю ночь. Ну, и тут у нас начинается. То есть дети – это ёлки по возможности как можно больше. Это какие-то игры, это общее общение, это доедать эти тазики салатов. Потому что, вот, это самое главное – это роскошь и кайф от того, что семья вместе. От того, что мы собрались. От того, что, господи, хорошо-то как. Ольга, вот на таких вот позитивных эмоциях ваше пожелание нашему телезрителю? Моё пожелание одно. Друзья, не надо никого нигде никогда слушать. Бог дал нам эту жизнь для того, чтобы мы её прожили весело и счастливо. Вот давайте так и будем её жить. Спасибо вам за праздничную беседу. Поздравляем вас с Новым годом. Спасибо вас тоже. Всего-всего вам. Да, желаем счастливого Нового года. Спасибо. Как мы уже говорили, мы встречаем год тигра. И к встрече этого игривого кота надо подготовиться основательно. И главное – не забыть о творчестве. Максимум креатива и выдумки. Это тигр. Обязательно оценят. Да, вот это плоско. Я думаю, что это лучше. И это, конечно, всё очень красиво. А вот и журители компании «Лада Медиа» во главе с гендиректором Ириной Викторовной Денисовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Даша, здравствуйте, наши дорогие телезрители. Ну что, уже удалось выбрать маску, которая выиграла в конкурсе. Посмотрите, какая здесь красота. У нас есть здесь самые разнообразные новогодние атрибуты. Вот такие замечательные, загадочные венецианские маски. Маски для бала «Маскарада». Ещё есть маска шахматной королевы. И, конечно, маски тигра и тигрят. Всё ярко, праздничное, нарядно. Поэтому очень сложно сказать, какая маска лучше. И сложно сказать, кто победил. Да, мы с коллегами решили наградить всех сотрудников нашей телекомпании, кто принял участие вот в этом замечательном корпоративном конкурсе. Кстати, друзья, это отличная идея объединить коллектив вот таким ярким новогодним творчеством. Да, это очень здорово. Но я думаю, что всё-таки поздравлять лучше без масок. Хотя, почему бы и нет? Маска, мне кажется, я вас знаю. А поздравить можно? Обязательно. Конечно. Дорогие друзья, вот и пришло время чудес и новогодних ожиданий. Время, когда чувство на подъёме, а вокруг торжество блестящего праздника. Пусть Новый год подарит нам всем только любовь и радость, здоровье и исполнение желаний. А долгими зимними вечерами в новогодние каникулы смотрите наши увлекательные телеканалы и добрые телепередачи. С Новым годом! Ох, как же мне это понравилось! Спасибо Ирине Викторовне и всем нашим коллегам. А мы продолжаем. Интересно, как оформить новогодний десерт в виде тигра или новогоднего котика? Как приготовить вкусное дополнение к праздничному столу, об этом расскажет профессиональный кондитер. Запоминайте! Скоро Новый год! Хотите удивить гостей? Так давайте же в домашних условиях вместе с нами приготовим такую красивую съедобную ёлку. Для этого нам потребуется 100 г муки, 100 г сахара, 55 г сливочного масла, 1 яйцо, 62 г молока и 1 чайная ложка разрыхлителя. Настя, замешивать на какой нужно скорости? Замешиваем на средней скорости. И к муке добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. И добавляем в нашу сливочную массу. Мы сюда добавляем молоко и чайную ложку ванильного экстракта. Он придает очень хороший аромат выпечке и очень аппетитно пахнет. Давай еще с тобой немножечко пройдемся лопаткой, чтобы тут со стенок убрать то, что у нас осталось. И снова пройдемся миксером последний раз. И в принципе наше тесто очень простое и легкое. На ванильные капкейки готово. Этого теста достаточно на 7 штук. Если вы хотите больше, соответственно умножаем на 2, получится 14 у нас штук капкейков. Все, давай теперь перегложим в кондитерский мешок и заполним наши капсулы. Так, в это время мы можем включить духовку на 180 градусов, пока мы накладываем тесто, чтобы она у нас нагревалась. Духовка разогрелась. Мы ставим наши капкейки на средний режим. Настя, какой у нас сейчас этап? Что это такое, что мы будем с тобой делать дальше? Алина, мы приступаем к приготовлению крем-чиза. Для крем-чиза нам потребуется 300 грамм творожного сыра, 50 грамм сахарной пудры и 100 грамм сливок. Сливки обязательно должны быть жирностью 33%, не меньше. Наши капкейки мы украсим декором в виде елки, так как Новый год, хочется чего-то интересного. Такую елочку можно будет в качестве презента прийти в гости, подарить. Сейчас я покажу Алине, как мы сделаем нашу новогоднюю елку. Для этого нам потребуется вафельный рожок, который вы можете приобрести в кондитерских магазинах, шоколадное драже, далее я покажу для чего, и всевозможные присыпки-посыпки, все, что вы хотите, что вашей душе угодно. Берем наш вафельный рожок, наполняем его нашими конфетками. Это для того, чтобы он у нас потом не упал. И вот так вот устанавливаем. Мы с вами приготовили новогодние десерты. Это вот такие прекрасные елочки, которые мы можем поставить на новогодний стол и украсить им наш стол. Да, и удивить гостей. Спасибо тебе, Настя, большое. Было очень интересно, увлекательно. Я очень рада, что тебе понравилось. При подготовке к празднику стоит учесть и цветовые предпочтения символа года тигра. Для новогодней ночи лучше выбрать синие, бирюзовые, золотые, серебристые, зеленые и коричневые оттенки. Хищник любит лаконичность, поэтому стоит отдать предпочтение естественности и спокойным тонам, избегая слишком ярких красок. А вот кто-то встретит Новый год очень даже скромно, всего лишь с короной на голове. А что поделать? Звание самой очаровательной девушки завода к этому обязывает. На протяжении всего конкурса «Королева на заводе» мы знакомились и узнавали девушек, следили за их преображением. И вот пришло время узнать имя победительницы. Все детали в следующем сюжете. Украшенный к новогодним праздникам холл завода управления стал местом проведения по-настоящему торжественной церемонии награждения, которой завершился второй корпоративный конкурс красоты «Королева на заводе». После проведения всех этапов и почета голосов жюри трудный выбор был сделан. Победительницей сезона 2021 стала Анастасия Хабарова, представляющая дирекцию по логистике. Остальные финалистки также получили различные призы от партнеров проекта, ну а новую «Королеву на заводе» поздравил президент компании Николяму. Мы встречались с вами, пока шел конкурс, и обсуждали важный момент, что наряду с красотой каждого человека крайне важны его настрой и его душа. Кроме того, мне очень понравились вопросы, которые вы задавали, особенно что касается продвижения женщин в компании. Сегодня мы поздравляем вас всех. В первую очередь, конечно, Анастасию, но вы все королевы нашей компании. Вы все прекрасны. Еще раз поздравляю и желаю всего хорошего вам и вашим семьям на Новый год и Рождество. Анастасия признается, что на победу не рассчитывала. Впрочем, это значит лишь то, что принято она была с особенной радостью. Неожиданная победа, действительно. Очень здорово. Нужно обязательно проводить такие конкурсы, потому что самооценка взлетает просто невозможности. Корпоративный конкурс красоты – особенное соревнование, в котором победу определяют не только внешние данные, но целая совокупность факторов, один из которых – умение быть командой даже в условиях конкуренции. Участницы королевы на заводе это умение продемонстрировали, ну а победительница просто покорила и соперниц, и жюри. Уникальный конкурс продолжится в следующем году. Несколько забавных фактов о главных символах русской зимы. А вы знали, что дни рождения Дед Мороз со Снегурочкой празднуют вовсе не зимой? Главный волшебник страны родился 18 ноября, а Снегурочка – 8 апреля. Сколько точно лет Деду Морозу никто не знает. Его прообраз «Бог зимы Трескун» был известен славянам еще 2000 лет назад. Первые упоминания о современном волшебнике появились около 150 лет назад. Традиция Деда Мороза приходить в дом с подарками возникла в 1700 году. Именно тогда, с указом Петра I, Российской империи начали праздновать Новый год. В те времена Дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям. А озорников и хулиганов колотил своей палкой. Со времен образ Деда Мороза смягчился, палка превратилась в волшебный посох. С тех пор изменилось многое. Сейчас Дед Мороз современный и продвинутый. У него есть мобильный телефон, электронная почта, на которую, кстати, можно отправлять письма, свой блог и аккаунты в соцсетях. А еще он не прочь с нами пообщаться. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Снегурочка. Ну, здравствуй, Снегурочка. Мороз Иванович. Владимир Васильевич. Очень приятно. Здравствуй, Снегурочка. Дедушка Мороз. Ух, да, Даша, ты представляешь, самый настоящий сказочный персонаж у нас здесь. Ой, я чувствую себя просто ребенком. Я вообще в жизни не думал, что увижу настоящего Деда Мороза. Можно я первый задам вопрос? Просто я, когда был маленький, всегда мечтал увидеть Деда Мороза и засыпал. Потом просыпаюсь, подарок под елкой, спрашиваю мамы, где Дед Мороза. Она говорит, что Дед приходил, подарок оставил, но велел тебя не будить. Дедушка, скажи, почему ты вот так вот незаметно все делаешь? Почему нельзя было с тобой увидеться прямо вот в Новый год? И никаких следов. Ну, я же Дедушка. Мне же жалко. Я прихожу, внучок спит. Что ж я его будить буду? Положил подарок. Утром внучок проснулся, нашел. И ему приятно. И выспался ребенок. И маме не надо укладывать. Так вот он секрет, оказывается, какой. Только поэтому. Дедушка Мороз, Снегурочка, у меня очень важный вопрос к вам. Вы приходите в каждый дом, а если там нет елки, например? Это не самое главное. Главное, чтобы было письмо Деду Морозу. Мы приходим, конкретно, вот письмо, вот подарок, куда положить, мы сами найдем. Можно под подушку, а можно под кроватку. Ребенок проснется, сам найдет. Вот тебе интерактив. Самое главное писать письмо, значит. Конечно. И дать проверить родителям, чтобы не было ошибок. Вот. Ага. Значит, ты все правильно делал. Дед, а вот скажи, ты вот прям вот родился Дедом Морозом? Или как ты им стал? Какое-то, может быть, собеседование было специальное? Нет, Дед Мороз – это профессия. Ага. Да. А родился я просто Морозом Ивановичем. Мне по наследству досталось от моего прадеда Мороза Ивановича Первого. А я вот Мороз Иванович Второй. Если назвать сына Мороз, он будет Дедом Морозом потом. Ласково можно назвать Морозка. Снегурочка, ты внучка Деда Мороза, а кто же твои родители? Ну, раз Дедушка Мороз Иванович, мой папа Морозка, а мама Зимушка-Зима. Я думаю, вы все с ней знакомы. А вот мой друг, холостяк со стажем, интересуется, а можно ли вообще познакомиться со Снегурочкой и есть ли у нее кто-нибудь? Ну, возможно, но у меня, к сожалению, место занято и даже есть два Снеговика. Ого. Одному годик, другому четыре. Вот это да. Вот такая девочка. Надо было раньше шевелиться. Такая красота. Она ведь не пропадет. Я уверен, что мой друг сейчас смотрит наш эфир и уже нервно покусывает свои локти. Дедушка Мороз, но где же твоя жена? Ее как зовут? Бабушка Мороз? Нет, ее зовут Снежная Баба, но она обижается, когда ее так зову, поэтому семьей я ее называю Моя Снежинка. Вот они откуда, Снежинки на утренниках. Да, да, да. А, Снегурочка, еще вот такой вопрос. Ты наверняка знаешь, откуда вообще у Дедушки Мороза столько денег на подарки? Он что, миллиардер? Ну, я вам по секрету скажу. Это, конечно, секрет, но никто об этом не должен знать. Мы никому не расскажем. У него есть волшебный посох. Вот этот. И все, а самое главное-то, волшебство не случится, пока не назовешь волшебные слова. Да, главное, волшебные слова. Так, значит, писать письмо, волшебные слова. Да. И ждать, и верить. Конечно. Новый год. Без подарка никто не остается. Мы по-честному, да, все читаем, приносим, раскладываем. Да. А вот еще у меня такой вопрос Деду Морозу. Ну, зимой понятно, подарки, много работы. А что же Дедушка делает летом? Летом. Вот все говорят, что Дедушка делает летом. Да, вот у него работа какая. Сутки через 365. О. Да. А вот елочки кто сажает? Их же рубят. А я их сажаю, чтобы свеженькие были. Потом письма надо рассортировать, чтобы каждый ребенок, каждый взрослый получил свой подарок. Вдруг подарок повторится. А такого не надо пускать. Надо же, чтобы каждый год был новый подарок. То есть можно написать письмо Деду Морозу прямо в Новый год на следующий год? Конечно. Чтобы он сразу же в первую очередь его прочитал? Эти письма приходят в первую очередь. Но подарки все равно получите. Только 31-го. Раньше не могу. Обращаются ли к Деду Морозу взрослые с просьбами не для детей, а для себя, так сказать? Конечно. Есть же выражение, что старый, что малый. Главное верить в Дедушку Мороза. А какие же подарки заказывают взрослые? Ой, последнее время все чаще просят, чтобы скорее все это закончилось. Все эти болячки, чтобы ушли, чтобы мы спокойно дышали, встречались без масок. Правильно? Правильно. Да, надо чаще встречаться, ребят. Поговорить душевно, без разговоров о пандемии и всяких QR-кодов. Это все нужно закончить вот в уходящем 21-м году. В 22-м все будем гулять и дышать. Мы надеемся очень-очень. А вот посох. Да. Отправляем все желания на него, а там же потом... Чтобы все были здоровы в новом году. Конечно, это самое главное. Поверьте мне вот с высоты прожитых лет. Да. А, Снегурочка, а вот что бы ты сказала детям, которые считают, что Деда Мороза не существует? Ну, мне кажется, просто такие детки не встречали настоящего Дедушку Мороза. Вот же он перед вами. Про боссах я уже рассказала. Поэтому главное, ребята, независимо от возраста, верить в чудо и в Дедушку Мороза. Точно. Те дети, которые очень верят в Деда Мороза, ждут его. Какие популярные подарки вот у таких детей? Игрушки. Конечно же, просто. Да, да, да. Потому что их можно им поиграть, поломать, починить, а на следующий год получить новые. Ну, а может, в этом году есть какой-то прям вот топ-3 подарка для детей? Для тех взрослых, которые еще пока это же письмо Деда Мороза не успели отправить. Вот ты гляди, ты сортировала, не помнишь? Подсказки для родителей, Дедушка Мороз. Лего. Что у нас там есть сейчас? Бравл Старс, Майнкрафт, монстры против овощей или зомби. Ой, сколько заказов было. Все секреты не рассказывай. Мы стараемся. И родители, когда проверяют ошибки, вы возьмите, что не нужно, вычеркните красным карандашом. А Дедушка Мороз подберет, что нужно. Все понятно. То есть письмо обязательно должно пройти через родителей? Обязательно. Обязательно. Это самое главное. Без ошибок. Правильно? Да. Дети хотят, чтобы родители проводили больше с ними времени. Потому что дети дома, родители на работе, родители дома, дети в садике. Надо, чтобы все были вместе. Как говорится, все вместе, душа на месте. И праздник будет настоящим. Вот об этом просят. Для этого и есть новогодние канюкулы. Можно сразу же эту мечту исполнить. И вы уже осуществляете это. Каждый год. Мы стараемся. Мы стараемся выполнить все заказы, все поручения. На то и мы, хотя и нас считают волшебниками, мы просто работаем Дедом Морозом и Снегурочкой. И за вашу работу. Приносим праздник. Да, спасибо вам большое за вашу работу. Мы очень рады, что вы заглянули к нам в студию. И надеемся, что в этом году, в следующем году, все пожелания обязательно исполнятся. Ну а мы будем рады встретить вас уже в следующем. Хорошо. А теперь держите за посох. Так. И загадывайте желания. Ух ты. Давай, давай, давай. Чтобы год тигра нам принес удачу, здоровье. Все плохое забрал уходящий год. Наш праздничный выпуск подошел к концу. К сожалению, пора прощаться. И, конечно, поздравлять друг друга с наступающим 2022 годом. Я хочу пожелать вам здоровья в новом году. Пусть рядом с вами будут родные, любимые и близкие вам люди не только в новогоднюю ночь, но и весь следующий год. С Новым годом! С новым счастьем! Все, Новый год. Стремимся к чуду. И праздник слышится повсюду. И блеск огней. Он на Тольятти. Ты с нами, зритель наш? Читатель. Мы рады вместе быть всегда. Вот новогодняя звезда. А значит, миллионы глаз. Улыбка светится сейчас. Всех с новым счастьем. Годом новым. Красивым. Праздничным. Тигровым. Любви вам. Мира и тепла. Мы с вами. Лада Медиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова